Добрый вечер. Я в самом начале хотел бы вообще спросить, вот из всего огромного количества каких-то локаций для молодежи в городе, сейчас чего только нет, да, вот молодежные центры, они вот какую роль вообще выполняют в жизни молодых людей, молодежи в частности? Давайте я расскажу про наш центр. У нас центр, если полное название, это центр авторского самоопределения молодежи. Мы занимаемся именно самоопределением в разных его формациях. У нас есть три таких блока важных. Первый блок – это идентификация проекта. Это направлено прямо на профориентацию, выбор себя как предпринимателя, выбор своей будущей профессии. Вот один блок. Второй блок – это у нас проекты пробопера первая. Вот туда входят амфибрахи на траве, ты себя пробуешь как поэт, соль, ты пробуешь себя как творец, создаешь какие-то новые образы в театре, музыке, открытые стены. Ты пробуешь себя как художник в городском пространстве. И есть еще третий блок – это где ты, твоя инициатива в городе, она реализуется. Это территория Красноярский край, где ты можешь небольшой свой маленький проект разной направленности подать и получить на это денежные средства. Есть такие большие, как «Искра». Это крупный конкурс архитектурный, где до 450 тысяч ты можешь получить на проект. То есть правильно понимаю, что ваши участники молодежного центра, вы им помогаете раскрыться в каком-то направлении, и они целенаправленно идут туда за эти. Да, все верно. И кто же приходит? Это какой возраст, как правило? В каком возрасте молодежь начинает задумываться, что нужно ко мне творчески как-то пораскрываться? Или как это происходит вообще? Непонятно мне. На самом деле разный возраст. У нас регламентировано от 14 лет до 35. Вот если говорить про профориентацию, то это больше для школьников. Это как раз именно 9, 10, 11 класс, когда они не знают, чего хотят, ищут в поисках себя. А если говорить про проекты «Как искра и амфибрахи», это больше для молодых людей 18+, которые уже осознанно выбирают, понимают, я хочу быть поэтом, я хочу читать стихи, нести их массы. А вот Наталья, как куратор проектов, вы все-таки через свои проекты, я думаю, тоже, наверное, раскрываете потенциал какой-то, да? Да, конечно. У нас вообще основная цель – это как раз-таки помочь нашим творческим ребятам, проявить себя, дать им такую платформу для того, чтобы они могли показать свои таланты и, возможно, даже проявить себя в качестве организации. Да, слушайте, ну а для этого нужно создавать проекты или все-таки работа молодежного центра, она без проектов? Вот ты приходишь туда и говорят, вот давай заниматься этим, 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 и вот будешь ходить на какие-то определенные занятия, что это, курсы могут быть или какие-то, даже не знаю. У нас есть и клубная деятельность, которая подразумевает, да, но здесь все зависит от молодого человека. Он может прийти и сказать, я хочу сам делать фестиваль, крутой, большой. Классно, мы тебя поддерживаем. Организаторские какие-то способности. Да, поддерживаем. А если я пришел и не знаю, что хочу, но хочу себя пробовать везде, мы такие тоже предоставляем. У нас уже есть оформленные проекты, вот которые я называла, есть еще дополнительно другие, я просто о них не сказала. Манго тайм, допустим, да, там комиксы рисуют. А давайте мы сейчас, наверное, у нас есть возможность посмотреть какие-то материалы, где ваши дети занимаются, и мы, в принципе, поговорим, да, вот вы расскажете как раз, исходя из фотографий. Можно нам полистать, а вы... Да, вот это как раз манго тайм, где ребята рисуют комиксы, но в этом году у нас это уже стал более крупный проект, это не только рисование комиксов, это уже и косплей, и кей-поп направление, там уже... А манго тайм это название такое? Манго тайм это название, да. С чем связано такое странное название? Манго это японский комикс, сейчас у нас проект уже переназвался, называется гик тайм, это гик, это увлеченный человек, теперь у нас, я так говорю, более такое расширенное... Это вот как раз эти комиксы, стена с комиксами и было как раз оформление. Да, 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 все верно. Так, ну здесь немножечко непонятно, что за занятия, да? Они здесь и как раз комиксы рисовали, да, на занятиях. А это вообще много таких, такой молодежи увлеченной рисованием именно комиксов? Как ни странно, достаточно много. Это в молодежной культуре, это такая достаточно распространенная история. Это модно сейчас, да. Помимо, вот, есть у нас еще какие-то фотографии, чтобы мы понимали сейчас, приготовит нам продюсер? Так. Это вот как раз фотографии с амфибрахия на траве. Амфибрахия — это музыкально-поэтический перформанс, где поэты читают стихи собственного сочинения под живую музыку, под живое исполнение. Вы собираете вот всех этих талантливых людей, которые читают свои подмузыкальные, да, какое-то сопровождение? Там, мы еще на разных площадках выступаем, есть где на траве. Вот, допустим, в прошлом году мы выходили на проспект мира, читали с балконов стихи собственного сочинения. Мы теперь его интегрировали прямо в город, в городское пространство. Люди как реагируют на это? Люди очень позитивно реагируют. То есть это громко, со спуком, да? Конечно, это с микрофоном, с балконов, прям с колонками, с мощными такими. Это прямо на всю улицу слышно, на все мира. Сколько вообще, как много участвует именно в написании, прочтении стихов? Эта история популярна или такая вот узкая какая-то? Поэтов не то, чтобы прям сотни, но, тем не менее, на один амфибрахе около 25 поэтов молодых приходят. Наталья, вы тоже занимаетесь вот этим проектом? Или у вас определенная задача? Ну, смотрите, мы вообще помогаем друг другу. У нас есть отдельно для каждого проекта каждый куратор, который непосредственно занимается своим планом, что ему нужно делать, но мы такой дружный коллектив и всегда помогаем друг другу. Коллаборации, какие-то происходят. А вообще, кто занимается? Помимо кураторов, ну, все-таки писать стихи – это такое направление, где нужен специалист наверняка какой-то, как минимум специалиста русского языка, литературы. Или как вот дети приходят и говорят, я хочу писать стихи, научите меня. Этому же невозможно научиться? Нет, мы не учим писать стихи. Это приходят уже осознанные поэты. Это все-таки проект 18+. Там уже приходят, которые пишут стихи. Они сначала пишут обычно в стол, а потом они видят, что у нас… Стол – это для себя, так скажем. Стол – это для себя. Потом они видят, что у нас очень такая открытая атмосфера, что мы готовы их принять. И они смотрят, что вроде как все читают, не боятся оценки, приходят, начинают читать свои стихи уже. Я просто вспоминаю свои школьные годы, я очень боялся всегда читать стихи. Это было такое занятие достаточно… Ну, тем более, когда все смотрят, начинают, если ты что-то неправильно прочитал, еще и смеяться начинают. А представляете, свои стихи читают. А свои стихи… А вообще есть талантливые дети у нас? Они все талантливые. Ну, то есть нет такого, что там написал стихотворение какое-то, и оно так вот не понравилось? Ну, смотрите… То есть это же вот что вообще? Это субъективная вещь, оценка, конечно. Я считаю, все талантливые, просто не нашелся, возможно, тот зритель, который их оценит. Которому подошли. Ну, да ладно, мы давайте перейдем от работы вашего центра все-таки к проектам, потому что скоро вот мы сейчас начнем с проекта, который называется «Голос Победы». Вы как раз, Наталья, его и курируете. Мы начнем с него и расскажем, что это за проект, для чего он, для кого, кто может принять участие. Ну, то есть подробные информации, которые можем поделиться с нашими зрителями. «Голос Победы» — это молодежный патриотический фестиваль, который у нас проходит несколько этапов, этапы прослушивания, и также в конце финальное выступление на театральной площади, собственно, для чего мы и собираемся. Приходят у нас молодые исполнители номинации «Вокал». Сколько номинаций? Номинаций всего три, но некоторые делятся под категории, допустим, «Вокал соло» и «Коллективы», потому что это все равно немножечко разное, и мы так делегируем. «Коллективы» вы имеете в виду, там, может быть, хор, какая-то группа музыкальная? Да, все верно. В общем, у нас есть «Вокал», есть «Искусство звучащего слова», где также идет разделение на стихотворное произведение и прозу. Можно прийти также с коллективом, собрать какой-то мини-театр, поставить сценку и выступить вместе с ней, и это очень замечательно будет смотреться, если еще подключить какие-то костюмированные, какие-то декорации, может быть, на сцене. То есть такая некая театральная постановка. Так, еще какая номинация? И третья номинация, она у нас пробовалась в прошлом году, но в этом году она выходит в такое официальное направление. Это «Дневник памяти». Любой желающий от 14 до 35 лет может рассказать истории, может быть, своих предков или своих знакомых, которые запало в душу. То есть это должны быть реальные истории, невыдуманные? Конечно, разумеется. И реальные истории, может быть, о любви, о дружбе, о каком-то подвиге. В общем, то, что зацепило. С какого и до какого возраста можно людям принять участие в этом проекте? От 14 до 35 лет, но если есть огромное желание, могут принять участие люди более старшего возраста или более младшего, но, к сожалению, именно в конкурсной программе. А, ну то есть вне конкурса, ради бога, да, в конкурсной программе именно вот в этом возрасте. Ну и помимо, значит, участников, которых вы собираете, вот сейчас, я думаю, что сейчас начинаются заявки. Да, прием заявок уже начался. И все это закончится выступлением 9 мая, в День Победы. И, соответственно, вся тематика, все, вот нам показывают фотографии, кстати, это тоже уже был фестиваль, да? Тематика во всех номинациях, это военная тематика, Великая Отечественная война, да, и все песни, все стихотворения должны быть связаны как раз с этой тематикой. Да, они могут быть напрямую связаны или, именно сказательно, но номинации разные именно по жанрам. Это может быть народное творчество, это может быть авторская песня. Если вы вдруг можете написать стихотворение о событиях тех лет, то мы будем только рады. А как проходят отборочные вот эти туры, да, так называемые? Это собирается определенная комиссия, жюри, кто входит в состав жюри, кто определяет, кому выйти в финал, в следующий этап? Собирается у нас экспертная комиссия в разных номинациях, отдельная номинация, отдельная у нас будет состав жюри, непосредственно связанные с этим направлением. Если это вокал, то, конечно же, мы берем людей, связанных с эстрадным вокалом или режиссеры, может быть, каких-то музыкальных театров и так далее. Если искусство звучащего слова, ну и, соответственно, актеры, режиссеры и вот... Ну, то есть это все люди-профессионалы, которые знают свое дело. Сколько планируете вы собрать, не знаю, в этом году, может быть, по опыту человек? По опыту предыдущих лет участвует примерно около 300 человек в этом конкурсе, да. И около 100 человек выходят в финал на театральную площадь. То есть это прям большое такое вот представление с огромным количеством участников. Да. Я даже не могу представить, сколько это по времени идет действо. Ну, это занимает первую половину дня, то есть задает тон, так сказать, да. Полдня практически. Ну, и мы говорим про еще один проект. Проект называется «Соль». Что это за проект? Можно, если поподробнее? Ну, если вот проведите ассоциативный такой ряд, «Соль» ассоциируется зачастую с нотой «Соль». Изначально это был музыкальный трек. А, вот оно, вот оно, куда. Да. У меня, честно говоря, даже не появилось никакой ассоциации с нотой. Ну, вот. Мы изначально позиционировались как музыкальный проект, но решили, что так или иначе мы все равно затрагиваем и танцоров, и художников, и декораторов. И подумали, что почему бы не расшириться и не взять просто творческих людей. Может быть, не обязательно уметь играть на гитаре или рисовать картины, чтобы быть творцом. Можно быть генератором каких-то идей интересных. Но, ну, как правило, ты генерируешь какую-то идею, ты думаешь, вот это было бы классно, вот это было бы здорово, но где ее реализовать, ты не знаешь. И вот мы хотим как раз-таки выступить такой вот площадкой для творчества людей. В этом году впервые пройдет или уже все-таки есть опыт проведения подобного? Опыт проведения уже есть, но именно в таком формате мы вот только стартуем, только начинаем. В общем, формат такой музыкальный, по большому счету, но с разными ответвлениями, так или иначе, связанный с музыкой. Он больше экспериментальный, это смешение жанров, когда и театр, и музыка, и танцы, все это сплетается. Нам, мне режиссер подсказывает, что у нас есть небольшое видео, вот как раз по поводу этого фестиваля, давайте посмотрим. Так, ну и вот этот фестиваль, этот проект «Соль», он пройдет когда? Он проходит у нас практически каждый месяц. То есть присоединится может любой желающий абсолютно в любое время на нашей странице ВКонтакте молодежного центра «Зеркало». Можно найти всю информацию и присоединиться к нашей команде творцов и самим реализовывать идеи, быть не просто исполнителем, но еще и автором. Ну вот и зрителям мы тоже обращаемся. Если появилось желание, мы рассказали достаточно подробно про проекты, в которых вы можете принять участие. Я еще раз благодарю наших гостей, заместитель директора по развитию Дарья Дмитриева и куратор проекта «Соль» и «Голос. Победа» Наталья Нечаева. Приглашаем всех желающих принять участие и выступить на фестивале. Заходите в группу ВКонтакте молодежного центра «Зеркало». Там есть вся необходимая информация. Если вам будет недостаточно группы, вы можете позвонить по телефону 265-03-27. И там, я думаю, что девочки вам тоже ответят на все интересующие вас вопросы. Я вам желаю удачи. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!